расскажи, пожалуйста, про поле сытости ну вот то, что я вам рассказывал вы, наверное, чувствуете состояние другого человека, когда приходите в гости или вам к вам кто-то в гости приходит или вы приходите домой, вы еще не видите тех жильцов, которые там находятся, но вы уже чувствуете какое-то такое напряжение бывает внутреннее, иногда аж искры летят то есть это можно назвать таким полем агрессии или полем негатива, то есть человек начинает транслировать его человек, который находится в состоянии любви, он начинает транслировать состояние благости, любви, покоя, иногда таких людей тоже очень приятно чувствовать, видеть идет себе человек и вот такое ощущение, что за ним такой тянется или вокруг него идет шлейф такое состояние бывает в намоленных местах, такое состояние создаете вы сами, когда у вас открывается сердце, то есть эти поля они действительно реально работают и меняют состояние человека и на ауру его влияют и на общее пространство, но также как взаимодействие с водой, когда вы воде даете негативную информацию, она становится чуть ли не ядом, если позитивную, то состояние воды меняется, она структурируется и может дать вам то, что никакое лекарство не даст то же самое с полем сытости, то есть когда человек теряет вот это ощущение чувства голода, то он может транслировать это состояние, то есть человек постоянно сытый, то есть такое ощущение, что у него вот внизу живота как кирпич лежит и излучает что-то такое, что тебя постоянно насыщает как такая батарея какая-то радиоактивная особенно интересно вот если кто-то занимался практиками цигун, что вот после занятий цигун может быть обращали внимание, что у вас тоже такое ощущение даже небольшой тяжести внизу живота, как будто вы наполнились энергией и вот это поле его можно транслировать, можно его, конечно, держать для себя, но очень приятно чем-то делиться, хорошо, конечно, получать подарки, но еще интереснее бывает дарить подарки, когда вы что-то даете человеку и человек от этого становится более счастливый так же и с этим полем, то есть можно его создавать и можно его транслировать когда у нас проходит? это, наверное, даже не когда проходит, а практически всегда, даже люди просто приезжают и если они особо не заморачиваются, не идут умом в память о вкусняшках, о зонах комфорта, то они с удивлением констатируют, что действительно здесь абсолютно не хочется есть но это вот… не один человек уже как бы это подтверждал и более того, что иногда даже человека не спрашиваешь, а он говорит, что-то как-то совсем есть не хочется, я с тобой там привез столько еды, он что-то не ест, это как-то такое ощущение, что там свежим воздухом насыщаешься и, конечно, хорошо и легко быть в поле светости другого человека, но тем не менее я все-таки ратуюсь за то, чтобы вы сами начинали создавать это поле это поле как раз создается в пространстве тишины, покоя, вы не думаете о еде, то есть у вас такое действительно ощущение сытости, такой самодостаточности жизнью, то есть что вы абсолютно все получаете в нужном количестве, в нужное необходимое время конечно, если человек злой, раздраженный, чем-то озабоченный, много хотелок, желаний, потому что желание – это уже как чувство голода, я хочу то-то, я хочу помидор, я хочу колбасу, я хочу женщину, я хочу машину, то есть это все чувство голода, неудовлетворенности, тогда у человека на душе радость, то есть это состояние оно возникает само собой и если к нему что-то приходит, он это принимает, если у него этого нет, он не страдает и не мучается, нет голода по каким-то состояниям, по отношениям, по зависимостям, по зависимостям поэтому вот чувствуйте его, если вы чувствуете, что вот вы действительно как бы без еды и не хотите есть, сохраняйте в себе вот это состояние и даже сами пытайтесь его так немножко транслировать, как будто из вас что-то такое истекает и есть поле сытости, а есть такое еще поле тишины, поле покоя и когда мы сидим в медитации, то есть одно из полей – то, что я создаю, это поле сытости и второе – это поле тишины иногда можете кто-то почувствовать, что вас просто как-то начинает накрывать каким-то таким состоянием и тоже вот у меня к вам такая просьба, что если вы это улавливаете, тоже создавайте это поле тишины это такое начинает работать групповое поле, то есть возьмите и на себя часть ответственности, да, за это общее пространство, что в состоянии еды, потому что если кто-то чувствует, испытывает раздражение, голод или еще что-то, то есть это будет тоже начать так звучать как-то, если находятся все в состоянии таком мягком, расслабленном, то это состояние начинает передаваться и другим, поэтому начинайте также транслировать вот эти свои состояния, позитивные желательно, не негативные, негативные транслировать не надо, лучше их отпускать, вот то, что мы сегодня сейчас делали, избавляться от них и это очень удобно, когда мы ездим, чтобы мы все это запускаем, когда мы перемотимся и суть приемом и、、, если это мир там взять, чтобы не мягкоmos жить, мы будем жить в этом, таком, если мы wspomniałem, как всегда, что мы делаем, так там так, чтобы и так далее, мы шедшие,